Всем привет! Человек всегда находит чем ему заняться и развлечься, даже если это занятие бессмысленное и глупое. Доводя до логического завершения прошлый сюжет про самогоноварение, хотелось бы закончить свой рассказ, поведав несколько интересных фактов. С каких же самых необычных продуктов варили самогон 90-е или СССР? Итак, без каких-нибудь особенных затрат, как пели в известной гайдаевской комедии «Трус, бывалый и балбес», получить самогон вряд ли выйдет. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. Древесные опилки. В песне «Милицейский протокол» знаменитого советского поэта, актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого есть такие слова «Если б водку гнать не из опилок, то чтоб нам было с пяти бутылок». И если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трех-четырех с пяти бутылок. Разумеется, слухи о производстве алкоголя из древесной стружки возникли не на пустом месте. Вероятно, автор песни намекает на тот факт, что любители выпивки времен СССР могли приобретать и левую продукцию. Тем более, что самогонщики к тому времени уже хорошо освоили технологию производства спиртных напитков из опилок, а также из других отходов деревообрабатывающей промышленности. Безусловным плюсом такого сырья являлась его доступность. Древесную стружку можно было взять бесплатно, сколько хочешь, практически на любом производстве. Горы опилок валялись рядом со стройками другими объектами народного хозяйства, но были и свои минусы. И главный из них – низкое качество такого алкоголя. Самогон из опилок получить довольно просто, но пить его без тщательной очистки опасно для здоровья. Можно ослепнуть, остаться инвалидом или даже умереть, если не знать меры. Обычно процесс очищения этого низкокачественного дешевого пойла состоял из двух этапов. Сначала мутную жидкость фильтровали через активированный уголь, затем в нее добавляли марганцовку и ждали несколько часов, пока вредные вещества не осядут на дно. В результате химической реакции. Коровий навоз. Расхожую фразу о том, что самогон можно приготовить из любого сырья, подтверждает и тот факт, что в советскую эпоху отдельные предприимчивые дельцы гнали свою продукцию из навоза. Фактически, если отбросить брезгливость, любое дерьмо, в прямом смысле этого слова, может стать сырьем для производства спиртосодержащих напитков. Но в основном самогонщики использовали отходы жизнедеятельности коров, поскольку это сырье было наиболее доступным. И, разумеется, бесплатным. Хоть грузовиками вывозить с фермы, обычно для ускорения процесса брожения в навоз добавляли дрожжи. А после того, как вся эта жижа перебродит, ее можно и перегнать. Главной проблемой такого напитка был характерный неприятный запах. Но опытные специалисты по самогоноварению знали, как избавить свою продукцию от зловония. На крайнем севере вместо коровьего навоза использовали отходы жизнедеятельности оленей. Все зависело от того, каких животных разводят в том или ином регионе. Разумеется, мало кто станет гнать такое пойло для личного пользования, а вот на продажу почему бы и нет. Дело-то выгодное, а деньги не пахнут. Куриный помет Производство самогона из куриного помета тоже не было редкостью. В конце до концов, это такое же дерьмо, только птичье. Интересно, что многие специалисты использовали отходы жизнедеятельности куриц не только как сырье, сколько как средство очистки будущего напитка. Проще говоря, они настаивали самогон на курином помете. Такой алкоголь пили сами и угощали дорогих гостей. Первочек, что надо. Думал, дух выше. С хлебом и свеклой. Из дерьма, Ваня. Рецепт простой. На кило дерьма, кило сахара. Производители уверяли, что благодаря абсорбции получается чистейший продукт, освобожденный с помощью куриного дерьма от всех вредных примесей и сивушных масел. А что пахнет не очень, так это же не духи. Поэтому советские граждане зажимали носы и залпом глотали самогон, очищенный куриным пометом. Как правило, он был настолько крепким, что 100 граммов без закуски могли буквально вырубить взрослого мужчину на несколько часов. Камыш. 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 В США содержится около 40 граммов сахара и до 32 граммов крахмала. Летом, в период активного роста, растение менее пригодно для самогоноварения, поскольку в это время года его корни дают меньше сахара и крахмала. Корневища трав. Находчивые любознательные самогонщики активно искали бесплатное сырье для своей продукции. Чтобы было прям как фильм, без каких-нибудь особенных затрат. Они часто собирали растения, корневища которых дают наилучший результат, ведь именно в них находится основная часть питательных веществ. Наибольшей популярностью у специалистов кустарного производства самогона с советских времен пользовались корни лопуха войлочного. Народное название – репейник. А также сусака зонтичного и болотного рогоза, а также клубни лесного стрелолиста. Высокое содержание крахмала и сахара в этих растениях для самогоноварения лучше не придумаешь. Один недостаток – это сезонность этого сырья. Мох ягель. Согласно исследованиям химиков, 100 граммов ягеля, которым жители Крайнего Севера кормят своих оленей, содержит почти 45 граммов крахмала. Это очень высокий показатель, поэтому мох являлся еще одним видом сырья, используемого для изготовления самогона в СССР. В северных широтах России ягеля предостаточно, и он бесплатный. Кроме того, мох можно собирать практически круглый год. Его также часто применяли для очищения продукции, поскольку ягель является прекрасным средством для абсорбции вредных веществ, содержащихся в браге. Карамельки и ириски. Слившийся комок просроченных конфет тоже может послужить сырьем для самогона. Иногда в советских магазинах списывали такой неликвидный товар, но эти карамельки и ириски никто не выбрасывал. Из них получался напиток с оригинальным вкусом и запахом. Благодаря высокому содержанию сахара, конфеты дают неплохой результат. А из одного килограмма карамели можно изготовить более литра крепкого самогона. Достаточно лишь добавить дрожжей и воды. Процесс брожения занимает около недели. Вкус такого напитка напрямую зависит от начинки конфет. Но есть и свой минус. В данном виде самогона так много сахара, что он попросту вреден для зубов. Жители СССР 90-х обладали безграничной фантазией и предприимчивостью. Они буквально из ничего могли приготовить алкоголь, который употребляли сами, угощали свои продукции друзей и родственников, продавали излишки соседям. Некоторые люди превращали самогонное варенье из домашнего хобби в подпольный бизнес, рискуя репутацией и даже свободой. Стоит ли удивляться, что сырьем для их продукции могло послужить все что угодно. И желуди, каштаны, арбузы, помидоры, грешневая каша, березовый сок, варенье. И это далеко не полный перечень продуктов, которые умельцы превращали в спиртные напитки. Вообще, издревле самый качественный самогон гнали из пророщенного зерна, ячменя, овса, опроса, ржи, пшеницы. Зерно высушивалось, а потом в него добавлялась вода для получения солодового молока. Именно из такой уже побродившей солодовой массы до сих пор изготавливают самые лучшие по качеству самогонные напитки. Основой для самогона может служить все что угодно. Свекла, виноград, яблоки, апельсины, пшеница, скисшее варенье и конфеты. Рецептов миллион, на вкус и цвет, как говорится. Автору данной статьи довелось попробовать самогон из кукурузы. Редкостная дрянь. А вот чтобы получить из обычного самогона элитный продукт, придется постараться. Настойка на древесине дуба станет напоминать виски только через 6 месяцев. Спиртные напитки от Юсуповых, Трубецких, Львовых, Пушкиных и других известных и состоятельных фамилий создавались с использованием аниса, сахара, кукурузы, картофеля, меда, орехов, лесных и садовых ягод, винограда и крымских приусадебных виноградников, французского шоколада и даже трюфелей. Полученную жидкость очищали молоком, березовым углем, яичными и другими смесями. Для цвета и аромата в самогон добавляли различные растения – тархун, фенхель, соцветия липы, акации, можжевеловые шишки. И каждый благородный дом строго хранил рецепты своих личных напитков. Первая мировая война навсегда изменила уклад жизни россиян, народ голодал. Производство спирта к тому времени приобрело промышленные масштабы, но все запасы уходили на фронт и на экспорт. Именно тогда самогоноварение стало спасением для крестьянства, – оказавшегося на грани вымирания. В избах, а порой и прямо в огороде, они всем семейством гнали самогонку из того, что оставалось от их нехитрой еды. Из картофельных очисток, увядшей и подгнившей свеклы, кукурузных листьев, испитого чая, старых пчелиных сот, скисших ягод. Иногда уход шла конопля, хмельные шишки, полевые цветы, некоторые ядовитые грибы. Делалось это все по-быстрому, не очищалось и не ароматизировалось. Самогонку продавали, обменивали на сахар и консервы у солдат, бежавших с фронта. И, конечно же, использовали для речных нужд. С той поры за самогоноварением закрепилась исключительно нищенская репутация. Люди стали считать, что самогон это пойло для нищих. А вот в переломные 1990-е годы самогоноварение спасло от голода множество семей, не имевших средств к существованию. Вот такая вот интересная информация. Хотелось бы напомнить, что алкоголь очень вреден для вашего мозга и употреблять его я не рекомендую. Но историю никуда не спрячешь и не перепишешь. Люди всегда пили и будут пить. Виной всему это технологический прогресс и наука. Но, возможно, скоро человечество перейдет на новый уровень и будет дорожить своим здоровьем. Ну а эта информация сделана в ознакомительных целях. На этом все, друзья. С вами были Интересные Факты. Ребята, на его месте должен был быть я. Набьешься будешь. Давайте грузить. Давай, подними. Субтитры создавал DimaTorzok